и всем еще раз привет это вторая игра команда meko против команды мрр 1 0 пока что в пользу мрр и будем надеяться что сейчас века отыграется и возьмет но очком не будет 11 это будет доброе утро надеяться на это а пока что у нас в банах в первой стадии параллакс и монах от мека и мадман салфорис от команды мрр забрали пока что у нас ревенантика а хеллборн ответил на ревенантика сразу контрпиком пестлинцам ну и призадумались ребятки что же им взять мидас второй пик в той в прошлой игре он по моему был в бане решили отдать есть кстати такой герой как магмус почему-то его тоже никто не забрал езды и дуды если очень много персонажей которые брались при отборах на этот турнир ну то финальной стадии турнира что-то не особо берут других курсов вот варбист у нас на сцене по крайней мере его не часто брали но тайской так и мы видим он очень очень даже часто появляется и по последнему пику осталось до второй стадии банов сделать это и другой команде и это маленький вот так в принципе стандартный пик для команды микки через ревина игра через ревенант активная забегаем во вражеские леса ганг из того же воробиста если он будет лесной а не сайдлайн ищий пестлин скорее всего будет стоять на миде но и останется ребятам что забрать саппортика к река и сайдлайнера или листячка пока что они решили подумать андромеда андромеда саппортик появился достаточно хороший сейвищ и андромеда саппортик быстро кстати у нас 2 стадии банов проходит байт у нас деду до магнуса репульс рапп болса и осталось по одному бане бану и той и другой команде что надо подбанить керри так и делают ребята из легиона и что-то у нас магнуса побался тундру забанили мрр и но эта игра уже будет как минимум не 15 минут у команды мрр фармящий пик достаточно воробист тот же пестлинс ему нужны айтемы одним портал кем если уж точно не обойдется мека тоже решила поиграть через висок взяли паразита это добавит еще больше агрессии в пик начальную фазу в мидгейм ну и четвертый пик для команды мрр кто же это будет сил очка вот кто-то очень мобильный сплитящий дамажный силка очень хороша ну и не скажешь что маленькийн так то плохо ну и осталось ребятам взять или мидера или сайт лайнера скорее всего солны сайт лайнера добрать потому что обидас будет стоять на миде из такой герой как 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 вот так вот решили сыграть ребята и значит это будет стоп мы жгн керри беда смит ревенант саппорт мы жгн и получается маленькийнг в харду соло и паразит за их леса достаточно достаточно странно посмотрим и будем надеяться что мяка одержит победу в этой игре вот отправляется нас маленькийнг в харду причем вместе с ревенантом и паразитом мэшбэн будет стоять соло при том что его даже не запулили ну и ему прям будет очень-очень тяжело против того же сейчас стоять варбиста чуть-чуть за аватар на песнице белый какой-то постарел пауза надеюсь что недолго не понял артем забыл трансляцию у нас включить и а и 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 чилисик. Ну, в принципе, тут да, тут отвечать-то особо нечем. Силуэтку сразу сместили на харду. Будет она там стоять против Соло Мэдж Бэйна, которого даже никто не запулил. Тяжеловатенько, тяжеловатенько будет. Если бы это Шэдзи делал... Это не Шэдзи делает, это казатём и говорите, что типа хостом всё такое. Ну и вот, паразит во вражеском лесе. Как я и говорил, ну, видимо, говорил-то я в пустую, потому что хост был на другом канале. Всем ещё раз привет! Как вы видите, тут уже стадия пиков банов прошла, уже началась игра, даже пауза была уже. Вот тут Мэдж Бэйн у нас. Здесь Малекин против Ворбиста. И здесь Трипла против Мэдж Бэйна. Удачи пофармить называется, всё так. Ворбиста достаточно серьёзной проблемы, прям прохрасили и осталось у неё 100 хп. Ну, Мэдж Бэйн тут вообще не будет получать абсолютно ничего. Но, за исключением, будет он откидываться с топориками. Мидос достаточно серьёзно тут прогревает пестлинцы, но у пестлинцы есть запулена красная баночка. Ой-ой-ой-ой, ещё одна атака от Ревенанта по Ворбисту. Могла бы закончиться фбшечкой. Но, нет, успела она отпиться красной банкой. И сейчас спокойно вернуться на свой лейн. Мэдж Бэйн! Мэдж Бэйнчик, ну как-то! У тебя же был... Блин... Фб. Мизи Ревенант вместе с Паразитом будут визжать у нас ребята в Пестлинца. Развёл Бегемотик. Тем самым засейвив своего Пестлинца от вражеской инициации. Ну, а ребята с команды Легиона забрали всего лишь иллюзию Бегемотика. С чем мы их и поздравляем. Ой, очередные два стана по Мэдж Бэйну еще пара атак и у Мэдж Бэйна оставалось 4 хп. Ну, как-то вот так он и умер в прошлый раз. Паразит вместе с Ревенантом. Разминают Ворбиста. Хороший бодиблок. Но Ворбист, кстати, очень больно прогревает у нас Ревенанта. Погибнет Ворбист и у Ревенанта хватает маны на инвиз. И он скорее всего будет выживать. Остается у него, правда, 100 хп, да. Не будет уходить. Тем самым Малекин 320 гп. Достаточно неплохо. Читаю, что он стоит против Крепчиков. Не так, как Мэдж Бэйн. Мэдж Бэйна пока что 90. Чем ему даже никто не помогает. Они просто положили все типа Малекин. У нас есть, дружок. Там, постой, потерпи на Харде. А мы сделаем игру. Так, силочка. На Грапле попытался подцепить у нас Мэдж Бэйнч, но ничего не получилось. Подходит сюда еще Бегемот. Есть танчик. У нас рассказ от Мидоса. Как же ему больно. Остается 100 хп, но есть еще два заряда в бутылке. А у силки появляются Гасты. Ну, 1-1. Вот эта игра как-то поувереннее вроде в исполнении некий. Собрались ребятки. Не пали духом после первой карты. Ну, и Мэдж Бэйн отправляется на свою, можно сказать, харду. Ой-ой, потратил блин, сейчас будет фиссура. Да, и это вторая смерть от Мэдж Бэйна. Ну, просто ему вообще-то ничего абсолютно не сделаешь. У нее ни ботинков, ничего нет. А он все-таки уже госты. Очередной рассказ от Мидоса. Ну, песни уже есть целая бутылка, видимо, на базу, что ли, слетал. И запушили МРР Т1 на боте. Мэдж Бэйнечка есть 6 деревяшек. Уже пошел свои леса бы попытался как-нибудь подфармить. Это было бы лучше, чем стоять и умирать. Варбис, кстати, тоже сместился в по-вражески лес. Варбис, ты встреча с его другом Мэдж Бэйна. По несчастью. Оба по четвертому уровню. Ну, вроде оставили Лэйн. Мэдж Бэйн сейчас попытается как-нибудь хотя бы немножко накалейдовать денежку на ботиночки. Ничего не просто 90 гпм. Малекин ботинки чилис. Вбегают в мид к пестелинцу. Разминают его ревенант. Ну, что-то как-то... Хотя есть рассказ от паразита. Залетает меч и просто вчетвером смешали с фекалиями у нас пестелинцы в том уровне. Ну, как минимум он этим остался недоволен. Барбис у нас уже отправился на Эншитов, сместился. Амэдж Бэйн вырвался за 100 гпм. Правда, у нас уже на топе Тауэр Т1 падает. Это не есть хорошо. Посмотрим по крипстату. Силочка 60 крипов, мэджбэйнчик 15, но силочка стояла в трипле против того же самого мэджбэйна. Но будем надеяться то, что человек скорость покажет на что способен и уничтожит эту силуэтку, которая уже 500 гп. находит руну Энгвиза. У нас бегемот забегает на мид. Да, забегает. Есть Фисурка. Есть еще станчик от Песницы. Как расставили хорошо, ребята из команды МРР и забирают на миде Мидаса. Силочка продолжает фармить. Есть уже Сустейнер. Вот в Гловстоун появляется второй айтем. Очередной въезд у нас в Пестелинца. Ой, попытался Малекин за его здесь станчик от Пестницы, но ничего у него не получилось. Краешком зацепил. Гловстоун силовички прилетает и остается 900 голды добить до Нельстоуна. Так, есть Фиссура. Есть Танат Андромеды. Седьмой уровень Мэджбэйн. Пытается просто бежать. Вот отблинкивается. Он просто пока не знает, что тут всего лишь два саппортика. Сейчас будет еще один стан. Мэджбэйна почти ПТ появилась уже. В принципе можно играть. 200 ГП хоть немножко отрекавривался. Ворбист выходит в Алхимист Боунс. Первая самая дорогая часть у нее есть. Как она хоть называется Повязка живости. Это круто. Это круто. Горенко но только правда тайская. И вообще-то сейчас считается, что Горенко тайская так-то сильнее, чем европейский хон. потому что в прошлом хонтуре тайцы все-таки одержали победу, европейцы. И это была команда Додок. Силочка. Но ребята не подозревают, что это всего лишь иллюзия. Хотя наверное подозревают. Даже не стали уезжать. 20 голубей остается. До. покупки нольстоуна. Откидывается кастамин Мидас. Пытается собрать крепчиков, но песня из практически всех из ДНЛ. Подвигает Мид Паразит, но это все видно на варде. Как же силочка нарезает этого Малекина. Тут уже был на подходе Ревенантик, но кажется силочка обоих бы их убил. 600 хп осталось, потому что у Малекина хотя бы уменьшить. Можно было бы что-нибудь попробовать сделать. За Тауэр поставили Вардик и в Грибах тут пробежала Андромеда и ее не было видно. А вот врубистка там врубистка должно быть видно. Так, засвапали. Хотели прям на мувик сделать, но Андромеда свапнула и там деревья срубились, а так бы прям под грабом. Неплохо получилось. Мэшбэн тут вместе с паразитом собирают все-таки получается у них забрать бегемотика. Ну и первый фраг для Матчбэна уже 250 гпм. Есть у него уже лайфтуб. Выход постепенно врункливер. Время нантика проблемы. Ой-ой-ой, еще одна атака. Одна атака по песне все-таки великолепное действие от команды МРР. Как же они раскаетили сейчас этого Мидаса. Ну, Мидас хотя хотел изначально спасти своего саппортика, но в итоге погиб саппортик и сам Мидаса. Донай Тауэр у нас Малекин. Ну, вот уже есть сустейнер, но мы жмейн уже не все так плохо. 270 практически гпм. ревенант увидел пестлинца у пестлинца есть уже портал кей. Скаутит пущусь собаками этот варбист. И первые пазл боксы. появляет... как отзонил сейчас пестлинца бегемотик. А на миде забирают всю леточку паразит вместе с Мидасом. Ревенантик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он не избегает ревенантик. Который сейчас он закончится. Подсветил. Мортификейшн. Побегает бегемот. Можно давать фиссурку. И тем самым приближать себя к фортал кей. Почему-то пестненно не оставлять ему крипчиков. Вот видимо попросил. Вот падает Таур на миде. Вторые пазлбоксы на паразите появляются. Ну неплохо дела-то. Малекин в принципе фармит. Проигрывает 3000 по голде, но за счет товаров. Так почти в нуле. Вторые пазлы долетели до паразита. Санитариус есть на Малекине. Ой-ой-ой въехали в паразача. Паразач живит. Есть игра полотилочки. Есть рассказ от Мидаса. Как же больно. Вылетай сюда еще и Малекин. Как же они раздамаживают. Силка проблемы. Силка умирает. Это уже минус один. Умрет скорее всего еще и Андромеда. Но великолепно она свапает. Малекина пытаются ребята убежать. трипл стан от Песнинса. Подходит сюда Бегемот без Портал Кея. Сейчас бы он тут навел шороху. Ой-ой-ой. Если бы еще бы один мисс. Все-таки Фиссурия добивает у нас Бегемотик. Хотя бы Ревенанта. Ну и вот второй. Хороший файт. Один в два. Выходит у нас силуэт Firebrand без Portal Кея Решилл. Кея Команд МР Р Зафармил Дабл Стак Эншентов Малекин. Ну и так-то у Мэтч Бэйна есть Кливер. 330 ГПМ подспили. Ревенанта. Ну Ревенанта не надо. Ну не надо его спасать. Поразич! Поразичик! Ему отдается еще и Мэтч Бэйн. Отдается еще и скорее всего Мидас уже погибнет. заодно саппорта умерли практически всей командой. Правда забрали бегемотика забрали песенцы. Все равно Teamfight в пользу команды МРР. Малекин что тут у нас по деньгам 1300 колды есть. Вот и Firebrand появляется на силуяточке. Вот и Кливер есть на Мэтч Бэйне. Принс до его смерть еще появился. Ну вот уже начинает делать стаки Мэтч Бэйну. Две пары алхимистов будет командой МРР. Одни уже есть у того же Врабиста. Вторые будут на песеносе. Ну и это поддержка фарма того же плюс контрапаразита которого пазлбокси. Силочка подфармливает вражеский лес. Забрала практически все и свапнулась на иллюзию. кстати через 500-600 голды уже появятся портал кей. Так что не все так плохо. Ревенант загулял. Хотел видимо поставить вард сюда куда-то сюда но его поймали и убили. хорошо продам мошел с рассказом Мидас Варбистану. Варбис сейчас просто сместится в лес и отрегенцы. Поймали Мэтчбэйна и отбили голову ему очередной раз. 1-4 330 гп. Ну хотя бы поверх ливера появился у него ботинок апгрейджен и стимбусы. Тяжело тяжело ребятам сканди мека но тут уже по крайней мере лучше чем первая игра. Силка Портал Кей Мидас отправляется на базу получит такое Что это? За минералы? О, на Варбис у нас соло под ДД забирают просто Конгра в этом мне кажется даже не подозревает мека Приходит Силка скорее всего она сейчас соберет токен А Варбис отправляется на ancient Так проблемы Малекин Забрали токен забрали Малекина плюс Варбис фармит ancient команда мрр просто все отлично Практически геометр появляется на силуэтке осталось только добить деньги на рецепт плюс в БКБ выходит пестиленс на Мэшбэна как мы видим уже практически 350 гпн пушит 1 она т2 ребята пушит сказал взорвали медаса ультанул бегемот побежал сразу сюда варбис который тоже кстати с пазлбоксами правда первого уровня с гемом бегает пестиленс но медас вроде избежал смерти пестлин кстати угадал с останчиком но чуть пораньше могут возник сейчас проблемы Малекена силуэточка слапается как же больно Малекену сейчас настакается попадает еще грапплом Малекен решил подраться с силкой но и так Малекен оказывается сильнее в этой битве правда Малекен промахивается мечиком и уходит отправляется у нас в таверну еще и поразит которого кстати третий уровень пазлбоксов пазлбоксов он тут как видим тоже потерял ну Мэш Бен 1900 голды уже сверху поверх клиера файрбрэнд появляется в Мэш Бене усилки уже геометр правда еще силка стояла в трипле у нее изначально фарм был лучше ну и видно что у нее противактам гораздо лучше чем Мэш Бене дела обстоят мэш Бене мэш Бене дать еще минут 10-12 и он будет показывать если он будет фармить что он способен поцепили Мидаса проблемы у ее и силочка умирает и Ревенант умирает как не хотели забрать силку зачем чем более это было если там был токен плюс еще и Малекен сейчас погибнет Малекен разомтился делает пару атак выбивает токен это всего лишь токен получает стан от Андромеды просто на ровном месте минус 3 можно сказать за бесплатно силка еще и спасибо сказала что и выбили токен и фулмана фулл хп даже на базу идти надо мэрер уже заходит где-то на хг ребята вынуждены поражать глиф мэш Бен пушит и 2 но тут на подсеве стоит песня скорее всего сейчас заберут бараки и заберут мэш Бенчика есть глиф как же больно как же больно этому мэш Бенчику башек ну и песнин скорее всего сейчас загонит не загонит 504 против 398 блинк там пока у нас тимфлайт ну мяку избивает песнинс до конца банально пока короче песнинс догоняет мэш Бэйна мэш Бэйна мэш Бэйна накапливается маной чтобы отблинкаться ну потеряли сторону мэш Бэйна ответил нас фрагом на Андромеде у которой кстати зеленка еще и мид бараки скорее всего упадут это вторая сторона ой как же больно мэш Бэйна приобрел он себе арбу раз каст от Мидаса получает фисурку есть граппл мэш умирает и умирает а также и казармы есть консид это 2.0 в пользу команды мрр блин это не есть хорошо конечно с этим еще не поделать поздравляем команду мрр с содержанной ими победой ну что и прервемся на паузу на небольшую надеюсь и продолжим смотреть за командой мека и надеяться на ихнюю победу так что никуда не уходите не прощаемся